Ситуация на рынке Форекс Паре евро-доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему предыдущему прогнозу, однако внесло в него некоторые корректировки. Прогноз предполагал откат пары от ее предыдущего подъема и снижение курса единой валюты к ценовому уровню 1.2847. Далее предполагалось возобновление подъема и завершение восходящей коррекции пары ориентировочно вблизи ценового уровня 1.3138. Фактическое движение валюты подтвердило наши ожидания, но первоначальный откат и снижение евро оказались несколько короче прогнозного диапазона. Причина – решение, принятое на встрече министров финансов стран Евросоюза о возможности совместного использования для борьбы с долговым кризисом европейских фондов спасения. Увеличение в связи с этим решением кредитных возможностей фондов до 750 млрд евро против 500 млрд ранее вызвало резкий рост спроса на единую валюту и стремительный подъем евро-доллара. Кроме того, опубликованное в ходе торгов решение Федерального резерва США, объявившее о продлении периода действующей процентной ставки до конца 2014 года и дальнейшее проведение чрезвычайно стимулирующей монетарной политики, спровоцировало усиление продаж доллара и новые покупки единой валюты. Таким образом, как мы и предполагали, евро сформировал в течение недели восходящее коррекционное движение и, пройдя на подъеме почти 360 пунктов, достиг и превысил целевой уровень нашего прогноза, зафиксировав максимум недели на отметке 1.32-1.33. А что можно сказать относительно Вашего прогноза по британскому фунту? Наш прогноз по валютной паре фунт-доллар на прошлой неделе предполагал завершение снижения пары в коррекции вблизи ценового уровня 1.54.90, а затем возобновление подъема фунта к установленным целевым уровням. Фактически так и произошло. После открытия торгов курс пары начал снижаться. Но пройдя чуть более 60 пунктов и зафиксировав минимум на отметке 1.55.16, валюта развернулась на подъем, и курс ее вновь начал расти. Драйверами подъема стали заявления представителя Банка Англии Адама Поузена об улучшении экономических перспектив Великобритании и снижении уровня инфляции в стране, а также отчет о бюджетном дефиците, показавший снижение в четвертый раз подряд. Кроме того, росту спроса на британский фунт способствовало также и резкое ослабление доллара. На этом фоне курс пары продолжал активно расти в течение всей недели. Таким образом, пройдя на подъеме свыше 220 пунктов, курс британской валюты превысил 4 целевых уровня нашего прогноза, установив максимальный уровень недели на отметке 1.57.39. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Настрой инвесторов в отношении единой европейской валюты постепенно меняется. Меры по стабилизации экономики еврозоны, которые принимались в последнее время, действительно начинают приносить некоторые позитивные результаты. На этом фоне евро-доллар продолжил восходящую коррекцию к предыдущему снижению и достиг к концу прошлой недели зоны возможного разворота. Тем не менее, фундаментальные факторы, оказывающие влияние на ценовую динамику евро, позволяют предположить вероятность более глубокой коррекции, подтверждением которой станет пробой максимумом предыдущей недели ценового уровня 1.32.33. Драйверами подъема в этом случае могут стать успешное завершение переговоров с частными кредиторами по вопросу списания греческих долгов, а также решение саммита Евросоюза, который состоится в начале недели в Брюсселе. Если ожидания рынка оправдаются, евро-доллар может продолжить подъем и завершить восходящую коррекцию в районе ценовых уровней 1.33.34 и 1.33.67. Что касается технической картины по евро, то фактическая волновая структура ценового движения валюты и сигналы технических индикаторов предполагают завершение подъема и начало очередного этапа снижения к целевым уровням 1.3176, 1.3109, 1.3055, 1.2971, 1.2935 и 1.2874. А что ожидает пару фунт-доллар? Опубликованный на прошедшей неделе отчет по приросту ВВП в Великобритании за четвертый квартал прошлого года продемонстрировал отрицательные значения показателя. Рост ВВП составил минус 0,2%. Если подобная динамика сохранится и в первом квартале этого года, можно утверждать, что в Великобритании началась рецессия. Учитывая к тому же и слабые данные, опубликованные в отчете по розничным продажам, можно ожидать в ближайшее время усиления давления продавцов и снижения курса британской валюты. Техническая картина по данной паре также предполагает начало нисходящей коррекции фунта. Валюта, по всей вероятности, завершила первый этап восходящего движения и находится сейчас в зоне возможного разворота. В нашем прогнозе на следующую неделю ожидаем завершение подъема пары фунт-доллар в районе ценового уровня 1,58, а затем разворот ее курса на нисходящую коррекцию к предыдущему двухнедельному подъему. Целевые уровни снижения Вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот пары на подъем в новом цикле восходящего движения. Владимир, какие макроэкономические показатели, выходящие на следующей неделе, могут быть интересны участникам торговли? Экономический календарь следующей недели довольно разнообразен. Среди значимых показателей недели можно выделить публикацию во вторник, данных по уровню безработицы и количеству безработных в Германии. Предыдущий показатель 6,8%. Данные из Канады по изменению объема ВВП, а также индикатор потребительской уверенности в США. Из экономических показателей среды интерес представляют данные по деловой активности в производственной сфере Китая, Великобритании, Еврозоны, США и Швейцарии. А центральным событием этого дня станет публикация одного из важнейших показателей американского рынка труда, количество занятых в частном секторе экономики от агентства ADP. Экономический календарь четверга также весьма интересен. Внимание инвесторов привлекут итоговые показатели из Австралии по балансу внешней торговли и объемам выданных разрешения на строительство за декабрь месяц. Индекс деловой активности для строительного сектора Великобритании, а также еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице. Кроме того, в этот день состоится выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Пятница также будет интересна инвесторам разнообразием важнейших показателей. Китай, Великобритания, Еврозона и США представят данные по индексам деловой активности в сфере услуг. Канада отчитается по изменению занятости в стране и уровню безработицы. Предыдущий показатель 7,5%. Великобритания опубликует данные по динамике средних цен на жилье за январь месяц. А в США выйдет важнейший показатель недели – основной отчет по занятости в несельскохозяйственном государственном секторе экономики, а также уровень безработицы в стране. Предыдущий показатель 8,5%. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru А мы прощаемся с вами и желаем удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Субтитры создавал DimaTorzok